Интерактивные задания, карты, вопросы на логику и воображение, а также необычное повествование с использованием обучающих мультфильмов – все это элементы большой образовательной работы в рамках факультатива по духовно-нравственному воспитанию в средней школе номер 18. Интерес к такого рода обучения очевиден. Ребята живо отвечают на задания викторины и повторяют изученный материал. Периодичность факультативов раз в неделю. По четвергам мы их проводим. Детей у меня в группе 14 человек. Они ходят с удовольствием. Мы решили взять первый класс, потому что, вы знаете, все начинается с детства. И пока эти головы чистые, такие добрые лица, в них еще можно вложить вот эту духовную нравственность, которая должна быть, наверное, в каждом человеке. В средней школе номер 18 ответственный подход к дополнительным занятиям был и остается всегда. Педагоги понимают, насколько такая точечная локальная работа полезна для школьников. Их впитывающий разум сейчас готов, как никогда, к информации. И благодаря мудрым наставникам малыши все запоминают, а после делятся знаниями с друзьями. Мы говорили про Нойя, но это такой человек, который построил ковщик. Ему сказал Бог, чтобы он его построил, потому что все остальные люди были грешными. А еще он говорил послать потоп. И это только одно из дополнительных направлений, которые успешно работают в школе. Творческая студия «МайАрт» также является отличной площадкой для развития способностей. Под руководством талантливого наставника Юлии Макаревич ребята проходят большое количество тем. Юлия Михайловна старается давать своим воспитанникам программу, которая изучается в профильных учреждениях, при этом снабжая ее своими знаниями и подкрепляя советами из практики. В рамках нашей работы ребята участвуют в конкурсах различного уровня, от городского до республиканского, до международного. Занимают места призовые, дипломы, устраиваем выставки отчетные на базе города. Опять-таки, чтобы дети привыкали презентовать свое творчество, видели немножечко со стороны свое творчество. И чтобы умели относиться, наверное, к искусству изобразительному чуть-чуть, по-взрослому, чуть-чуть по-другому, не теряя при этом своей вот этой детской непосредственности, какой-то наивности в работах и в отношении к работам. Буквально недавно воспитанники студии «МайАрт» были удостойны дипломов на международном конкурсе «Осенняя фантазия», который проходил в Москве. Как итог, четыре диплома первой степени, два второй и одно гран-при в номинации «Графика». К слову, его обладательница уже знает, насколько любит искусство рисования, которому сейчас посвящает все свое свободное время. Я занимаюсь рисованием уже с двух-трех лет. У меня была художественная душа. Я решила нарисовать мой осенний двор, потому что, когда я только проснулась, я выбирала тему. А мой двор был такой солнечный, красивый, и мне захотелось сделать именно его. Победа в одном конкурсе – не предел. Сегодня руководитель студии и воспитанники готовятся к новым творческим испытаниям. Море планов, желание участвовать. Вот сейчас делаем работу еще на один конкурс, тоже международный, тоже в России, но уже с новогодней тематикой. Не знаю, как выстрелят. Я всегда детей учу, что конкурсы – это больше ваша практика, ваш опыт. И, ну, то есть участие, вы сделали работу, и в случае даже, если вы не победили, и работа не заняла ничего, у вас осталась работа, у вас осталась память, желание творить, и здорово, если она занимает место. Нет, значит, вы работаете дальше, совершенствуетесь, стараетесь. И это только малая доля того, чем увлечены учащиеся 18-й школы. Когда глаза подростков действительно горят, педагоги не могут остаться равнодушными и предлагают им еще большее количество различных занятий и увлечений. Ведь, как говорил великий классик Экзюпери, пока звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Продолжение следует...